всем привет с вами юля сегодня у нас 18 января вторник и я вот вышивала вышивала выходные вчера вспомнила что я не сделала включение не показала вам какой-то промежуточный этап на каком сейчас этапе находится моя вышивка и сегодня вот рано утром решила исправить этот момент потому что работа движется уже к завершению к финишу процесс идет очень хорошо как я говорила здесь у меня уже легкая схема но по сравнению да вот с собакой по сравнению с травой где были разбросаны одиночки здесь у меня буквально 4 значка вышиваются вот какие-то листочки такие вкрапления и вот фон он зашивается потом блендом очень красивый бленд вышивка здесь легкая единственное конечно не удобно вышивать вас в таких вот местах где вот совсем рядом к кюс на вам такие уголочки но я видите 4 уголочек закрыла мне чуть-чуть вот здесь закрыть этот край а здесь уже в общем все очень там просто вот вчера засиделась немножко и хорошо тоже повышевала казалось бы что здесь на один вечер такой маленький участок но нет здесь около 1800 крестиков все-таки это 17 каунт и поэтому вот такие вот небольшие пятна они вмещают в себя много крестиков но это мне например на на два дня если не будет каких-то таких дел которые потребуют моего внимания вот примерно что два-три дня я думаю что я справлюсь очень хочу ее завершить и вот этот момент загрузить ее воду отутюжить и в моих мыслях уже новый проект который я планирую взять вот тоже так на отшив кстати можете писать ваши комментарии так сказать ставьте ваши делайте ваши ставки какой будет следующий проект я уже для себя загадала вот поэтому спешу спешу до вышивать и уже планирую новые какие-то свои вышивки брать в процесс эта работа долго лежала долго ждала вот этого момента и она дождалась и вот смотрите половину работы у меня было вышито и вот эту половину работы я вышила буквально там недели с ответа вот так вот взялась раз и готова и вот еще такой момент может быть кажется что у меня ну вот столько начатых работ да кто-то может смотрит посмотрел видео о моих начатых процессах там их 24 было и может кто-то думал что я только вот начинаю их складывая не менее вышиваются девочки мне много-много также работ вышивается вот в прошлом году вышив 20 работ это это большое количество да там есть и маленькие но тоже очень трудоемкие вот просто у меня много начинается поэтому соответственно начинается больше чем конечно завершается поэтому вот такое количество и образуется на работа вышиваются и большие у меня там есть голды работы двигаются есть у меня результат понятно что не все дни я вышиваю активно какие то есть пропуски но в целом вот я считаю за год 20 работ даже вот если 10 работ больших но так это очень хорошо вот конечно у меня был такой момент что образовались начатыши но я вам скажу это все от большой любви когда ты только знакомишься с вышивкой приходишь на youtube смотришь какое есть разнообразие постепенно с ним знакомишься потому что раньше такого не было и вот каждый производитель это открытие хочется попробовать и то и сё вот все покупаешь соответственно хочется хоть по чуть-чуть надкусить попробовать что же оно такое вот я думаю что это у многих есть такой этап проходной но так как вышивка это не быстрое дело поэтому соответственно образовывается столько вот начатых процессов те девочки которые вышивают только одну работу конечно молодцы герои не у всех это получается я вот человек видите впечатлительные поэтому у меня столько всего интересного но с другой стороны как поймешь что тебе больше всего нравится вот такое у меня немножко лирическое сцепление буду собираться на работу и увидимся с вами уже в следующем выключении посмотрим за сколько дней я вышлю вот эти тысячу 800 крестиков сегодня я буду готовить вот такую овощную смесь это вам есть или как по-русски переводится бабе обельмож съедобное посмотрела такое название есть у этого овоща вот он такой экзотический овощ здесь лук помидоры картошка в общем очень такая простая смесь готовится быстро примерно 35 минут ну и в конце добавляем масло оливкового много оливковое масло очень питательно богатая протеинами поэтому замещает как бы мясо вот получается очень вкусно ну и традиционно конечно подается светой давайте я открою покажу вам как выглядят вот эти вот бамии вот так выглядит эта смесь в пакете видите здесь овощи и зелень все это порезано заморожено хорошая сухая заморозка нет льда это очень хороший производитель вот и вот она это бамия этот обельмож съедобный но даже как назвали этот овощ ну что вкусно получается вкусно вот пойду сейчас засыплю пусть готовится и так сегодня у нас уже суббота 22 января и пользуюсь свободным днем ну как свободным у меня сегодня будет конечно целая куча домашних дел но по крайней мере есть вот эта возможность снять видео все детально вам показать рассказать и это день это не вечер все-таки помогает и дневное освещение поэтому сегодня буду вам рассказывать о всех моих успехах на этой неделе а неделя у меня вот такая вот очень яркая с финишем я очень очень старалась спешила было мне время чтобы посидеть над этой вышивкой и перед вами готовый результат полностью завершенная работа напомню что это у нас набор фирмы золотое руно благо у меня осталась обложка и сейчас я вам смогу озвучить все данные этого набора значит золотое руно называется на охоте размер работы 33 и 2 на 24 и 2 сантиметра используются здесь 26 цветов ниточки модера основа от свой город 18 каунт данную работу я начала если правильно помню в 2017 году в каком-то из проектов весенних стартов что-то такое я начала какой-то кусочек где-то здесь и потихоньку вышивала брала эту работу с собой на курс у меня тогда курсы были на курсы и как-то пыталась вышивать продвигать но так как здесь внизу и участок сложные вот в этой траве и процессов было много и времени было очень очень мало все хотелось за все пыталась схватиться поэтому вот эта работа она очень долго ждала своего времени и вот в этом году снимая видео всех моих процессах снова все разложив перебрав и оценив я поняла что вот какие-то работы я прям очень очень хочу завершить и одной из таких работ у меня выбралась вот эта работа фирма золотое руно так как у меня муж охотник у нас есть такая собака в общем звезды так сложились что я захотел обязательно ее завершить ставлю вам фотографию на каком этапе я приняла эту вышивку в этом году так и вы можете видеть на контраст что у меня было выше то чуть чуть больше половины да вот здесь у нас где-то половина по носик что-то я здесь уже начала вышивать часть собаки и в общем-то половина работы у меня было не выше то я взялась за эту работу очень активно числа так где-то 9 января и что за 10 дней я ее вышила до серьезно 19 01 я пишу что я ее завершила за 10 дней я вышла большой объем но хочу вам сказать что здесь схема была очень очень легкая верховую схему вот в этом фоне оставалось буквально там четыре значка я вышивала сначала вкрапление вот эти вот листочки все это вышивается очень легко и потом моя зашивала фон поэтому работа у меня шла быстро шустро было время свободное вот это еще тоже плюс выход по крестиком у меня был вот такой вот хороший я ее завершила потом замочила на всю ночь в воде потому что разметка была и давно как пролежала нас разметка который какое-то время поэтому я намного на много часов замочила потом постирала высушила тутю жила одну все замечательно все прекрасно но здесь в принципе и фон темный поэтому даже если там может какие-то точки не смылись под фоном ничего не видно и эту работу я стирала несколько раз потому что за столько лет до когда там я делала переорганизацию пыталась снова вернуться соответственно я из разметку смывала периодически стирала в общем работа у меня это было стиралось несколько раз и вот сейчас я хочу замерить и мы с вами посмотрим размер работы изменился не изменился усадка что как у нас здесь получилось смотрим 23 и 8 а у нас сколько 24 и 2 то чуть-чуть у нас произошла усадка на сколько на 4 миллиметра ну это немного так камера стоит как подобраться чтобы замерить правильно так а здесь у нас 32 и 6 32 и 6 должно быть 33 и 2 на 6 миллиметров произошла усадка значит 6 миллиметров высоту и 4 мы сказали миллиметров ширину произошла усадка но как бы не не критично да ну и в принципе работа достаточно ровно вот смотрю единственно тут у меня что-то чуть-чуть так вот потянул ее может быть при натяжке я делала ли что не помню но в целом она у меня очень ровно хотя здесь крестик и не должно быть никакого перекоса но я уже так смотрю всякие детали подмечаю и вы знаете подметила у меня образовалась немножко есть стык виден вы его сейчас не увидите я просто после вышивки когда уже все стираю носом ввожу выискиваю где что у меня вот здесь вот маленькая вот такая вот линия стыка и я все думаю почему мне стык образовался откуда стыки я же все вроде бы как аккуратно вышивала а я же половину работы вышивала вот отсюда сверху вниз а потом перевернула стала вышивать с обратной стороны и везде у меня были как бы ну такие вот заходы крестиками на наверх а вот здесь вот у меня было ровненько закон завершено и получается вот я с этой стороны сюда шла а потом с той стороны шла в обновь навстречу и вот здесь образовался маленький маленький такой стык но его не видно даже я вот сейчас глазом его практически не вижу но я просто помню что вот я его там обнаружила когда присматривалась каким-то дефектом бывает крести где-то пропущены поэтому я все все проверяла все высматривала все вроде бы у меня хорошо и в этой работе я напомню нет пол креста нет быксича здесь просто крест вот такая вот чудесная работа ну что бы давайте вам покажу наверное поближе хотя ну что смотреть крестики да особенно вот такие работы с близкого расстояния не знаю мне кажется как бы не что это рассматривать интересно рассматривать с близкого состояния работы где есть отделка какие-то детали а здесь интересно смотреть вот в целом наверное ну может быть фон там собаку еще можно порассматривать какие-то оттенки вот максимально я вам приближаю вам показываю вот такое вот вот такая вот собачка у нас здесь вышилась и немножко расскажу почему я вышивала эту собаку у меня муж охотник очень любит породу по интер называется эта собака вот в данном случае мы видим американский стиль американского поинтера есть еще и европейский вот в чем отличие а в том что у американского поинтера когда они охотятся и становится вот в позу ожидания они хвост поднимают вверх трубой вот так вот европейские собаки у них хвост вот так горизонтально должен быть вот в этом отличительная их черта у нас и европейская у нас собаки хвост вот так вот становится горизонтально и здесь показана сцена что собачка значит тренируется в обнаружении дичи птички и она должна замереть вот эту стойку чтобы показать охотнику где находится дичь вот мой муж очень любит эту породу даже выписывает американский журнал называется вот по интернет долл док специально о этой породе ну здесь не только об этой породе рассказывается еще и другие породы и тоже часто листа этот журнал потому что здесь такие классные фотографии вообще составители редактор этого журнала очень качественно работают что хотел вам здесь показать разных есть истории картинки висла очень классный такой пес у нас такой был у них очень хороший аппорт прям вот они только глаза открывают уже начинают приносить тебе вещи аппорт у них прям супер с детьми они классно находят отношения потому что все время им приносят игрушки играются такие очень добрые собаки кстати пойнтеры тоже очень добрые собаки их отличительная черта то что они очень любят ласку и любят чтобы их гладили вот будьте осторожны если вы видите пойнтера не гладьте вы иначе знаете он вас полюбит и не сможет от вас оторваться что хотел показать хотел показать что такое вот это вот поза замирания у собаки когда она находит дичь чем заключается вот эта роль и ну есть разные охотники для моего мужа вот самое главное вот как сам процесс как работает собака как она ищет как она находит следы и вот она должна значит в итоге когда она найдет дичь правильно замереть это вот самый главный критерий породы обучение и всего остального и вот значит здесь собака уже учуяла дичь на каком-то расстоянии она должна замереть вот пойнтер обычно поднимает лапку как вот здесь вот пытается показать поднимает лапку слабко должна быть поднята дно и хвост должен быть параллельно трубой и собака будет стоять в таком положении 15-20 минут пока не дойдет охотник не даст сигнал чтобы она уже побежала и подняла дичь и тогда уже будет процесс бам-бам вот знаю кому-то не нравится охота ну знаете нужно относиться к этому тоже с пониманием наши нитки иголки тоже не все понимают но нам же нравится вот но охота у мужчин она в крови что с ними сделаешь у них свои интересы так где-то здесь еще была собака нашей породы где ты где-то вот она вот она американский стиль видите вот она тоже учуяла дичь и замерла и хвост как раз вот так вот трубой это специально сделано в америке чтобы хорошо было видно как опознавательный знак как флаг что вот собака учила дичь видите вот тоже а это тоже поинтер да тоже хвост трубой у наших у европейцев вот так хвост вот так вот такие вот истории кстати наш сегодня на охоте поехали на уток посмотрим привезут нам уток не привезут нам уток сегодня но для моего мужа самое главное просто прогуляться ему не так как сама охота прогуляться чтобы они по выслеживали дичь зайцев очень любят охотиться на зайцев ну вот такая вот история в общем показала вам немножечко саму историю почему я вышивала эту картину покажу вам также еще одну картину над которой которую я вышла уже много-много лет назад когда только начинала вышивать тоже захотелось мне мужу вышить какую-нибудь собаку вот с левой стороны это курцхар это набор фирмы ариолис тогда мой муж эту породу не очень любил вот он ее полюбил сейчас потому что больше познакомился с этой породом много очень книг читает по породам собак изучает всегда любимые любимый вопрос любимое дело досконально и вот он сейчас тоже ее полюбил так очень рад что я ему все-таки вышел этого курцхара и конечно же буду еще ему вышивать собак у меня есть несколько наборов и вот реолис из этой же коллекции вот как вы сейчас видите еще будут дизайны вот и что хотел сказать по поводу этой вышивки одна из первых вышивок только начинала вышивать набор фирмы реолис здесь шерсть по моему только шерсть неполная зашивка помню так интересно было вышивать и парковкой училась вышивать были здесь не такие немножко сложные для меня участки но как для начинающей вода вышивалась полегче сейчас работа оформлена видите вот такое просто оформление но вот тогда так и оформляла хотя сейчас примерно также оформляют наши багетных мастерских и рядом вы видите оленя это тоже реолис шерсть вышивка на десятом каунте кому-то кажется крупновато ну вот поверьте для этого оленя как раз так и надо как я люблю эту вышивку вот несмотря на то что она такая простая вроде бы да ну 10 каунт ну все просто иглу как бы крупный каунт шерсть но она такая классно на так так мне нравится этот дизайн такие здесь краски олень такой живой настоящий я о нем давно мечтала вышел оформила оформление мне здесь нравится в общем я полностью довольна этими работами и у меня собирается такая коллекция лесных животных скажем так вот собаки охотничьи и вот олень может еще что-то выше вот ну конечно муж долго ждал этого щенка бывает такое но ничего потихоньку вот они вышиваются будут еще работы в эту коллекцию висят они у нас над рабочим столом у мужа немножко высоковато там над окном но там им есть место и они все все там поместятся еще там у меня собачка ой собачка лошадка от алисы адель и еще есть место для нескольких работ поэтому будут будут еще работы будут дизайны вот что еще хотела вам показать ну наверное по ниткам покажу расскажу не так все хватило прям вот молодцы ячейки которые вы видите пустые это были один и тот же цвет который был размещен в двух-трех ячейках поэтому здесь у меня всего хватило я не помню может какого-то одного цвета но мне его хватило по на работе не хватило то он шел под остаток вот здесь у нас вот что вот эти все ячейки были заполнены вот этим цветом один из основных цветов который использовался в фоне но его осталось прям целая ячейка очень много богата поэтому все хорошо с нитками молодцы вот я знаю что у золотого руно раз на раз не получается бывают и недостачи но в данном наборе все хорошо мне всего хватило причем я сняла с игл вот такой большой пучок там какие-то нитки которые его случайно вытаскиваются из планшетки с игл большие куски в общем много не так просто и тоже выбросила поэтому с этим набором все хорошо вот такой ток я прям просто очень рада и счастлива что я вот так себя организовала настроилась на одну работу взяла ее и вышила прям вот я молодец что я вот в этом году настроилась и вышиваю немножко по-другому не меняю процессы а взяла один и вот вышиваю до победы ну или пока пока я не устану вот у меня в этом году ангел элегантностью дименшенс до вышивался там немного было поэтому я вот восьмого числа его завершила сразу взялась за собаку завершила девятнадцатого ну и вы хотите тоже сейчас наверное уже думаете да я подвожу к этому потихоньку плавно а что следующее юль что ты будешь вышивать следующее я вам даже больше скажу не буду а уже приступила и уже процесс идет но об этом через секундочку все вам расскажу и покажу что я новенькая взяла хотела сказать что у меня было значит здесь 23 процесса теперь у меня 21 начатыш вот и сейчас над одним я уже работаю очень активно пару дней всего лишь пару вечерков поработала полюбуемся еще несколько секунд на это на эту работу над этим поинтером вот такая красота просто вот классно очень отличная проработка вот видите просто крестик 18 аккаунт ну конечно аккаунт миленький но получилось очень реалистично я прям очень довольна конечно же постараюсь оформить посмотрим как у нас с финансами что да как и будем оформляться обязательно вот ну это все по поводу этого дизайна надеюсь я ничего не упустила не забыла если что пишите если я выпустила какие-то моменты в итогах за январь мы еще раз все раз посмотрим и какие-то моменты тогда обсудим а сейчас я приглашаю вас к новому процессу так ну что проверили вашу интуицию кто угадал какой будет следующий проект пишите очень интересно ну на самом деле наверное очень многие угадали потому что когда я снимала видео всех моих начатых процессах я говорила что обязательно вернусь к этому дизайну потому что он великолепный он потрясающий и у меня не хватает слов описать как мне нравится этот дизайн это лавандер энд лейс ангел мира я когда увидела этого ангела эту девушку знаете я вот все у меня просто блеск и гармонии этого дизайна настолько покорили что я побежала его сразу добывать добывать мне материалы сюда в грецию очень сложно для меня это действительно просто вы знаете каждая покупка каждый какой-то набор комплект это событие не не просто не просто все это заказать привезти там ждать долго в общем я очень очень ждала эту красавицу но вот к сожалению как обычно у меня процесс начинается и откладывается и это очень жаль что у меня так получается не знаю почему но в прошлом году у меня совместный проект был очень такой масштабный и очень очень много времени уходила именно на сбор все информации на подготовку на создание видео я много работала с совместным проектом поэтому конечно проекты которые были не по теме они вышивались очень очень мало и вот в этом году я хочу исправить эту ошибку да и уделите время также тем проектам которые были у меня давно намеченные которых я давно мечтала вот именно хотела их вышить но они мне все откладывались откладывались и вот один из таких проектов это вот этот ангел ангела мира это не простой дизайн это достаточно большой дизайн давайте почитаем здесь информацию ну во первых я вышиваю его на тридцать втором каунте как нам рекомендуют основа не по ключу но 32 каунт и цвет соответствующий размер значит у нас 249 на 270 крестиков да ну я конечно не знаю как правильно посчитать в крестиках потому что здесь же не полная зашивка но сам сама работа будет конечно же большая и масштабная здесь размер ткани 50 на 70 и практически вот небольшие припуски будут оставаться по краям потому что не сам дизайн видите вот крылья к примеру насколько уходят в сторону вот сейчас я вышла край вот оно это золотое у нас одеяние и крылья значит по краю где-то ну да и тут прям вот прям краешку да вот с этой стороны я уже самые самые широкий участок вышел а вот вот она у нас дальше уже будет идти на сужение вообще самая большая работа это именно вот в юбке и плащ который вот так вот развивается да вот здесь много работы и не знаю как картинка маленькая конечно что здесь можно увидеть отсвечивает здесь все вот это металлик золото будет много бисера очень-очень богатая работа каких-то трэжерсов здесь нет но много бисера и очень много самого металлика вот я не знаю как вам показать поближе весь этот блеск постараюсь сейчас приблизить вот я вам потом повожу немножко еще камеру просто сейчас вводная информация где мы что мы почему я это все вышиваю как я вышиваю потом все 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 вам все детали покажу также ставлю фотографию то на тот момент когда я только приступила к этой вышивке в этом году так фотография вот было вышито у меня только здесь вот часть зеленого плаща и металлической ниточкой но это у нас здесь rainbow gallery металлическая ниточка вот этот участок он вышивается очень-очень легко потому что здесь вот такие участки зеленым цветом вышивается блоком нет часто смени нитки поэтому все вышивается легко единственное что здесь очень очень большой объем казалось бы что вот вышивочка сама небольшая до участок вот но в ладошку но так как это 16 каунт то к примеру вот зеленый цвет 501 у меня уже вся бобинка ушла я уже открыла вторую бобинку ушла бобинка вот этого желтого металлика rainbow gallery уже в работе 2 она уже заканчивается то есть вот вроде бы маленький участок вышла нитки уже как бы я вижу какие-то цвета очень очень хорошо уходит и вот когда я позавчера приступила я начала вышивать вот вот этого кружева синего здесь такая классная растяжка по цветам по моему 6 оттенков используется от темно-синего к светло-голубому давайте сделаю поближе чтобы вы могли рассматривать это кружево вместе так я максимально сделала увеличение настроила свет я надеюсь будет хорошо видно очень хочется на это надеяться потому что вышивка очень такая меленькая детальная и хочется передать вот эту всю красоту всех этих деталей и так вышивала я вот это кружево синее да у юбки здесь используются около 6 оттенков синего от темно-синего к светло-голубому также есть вкрапление металлика видите вот эти звездочки здесь их два цвета они тоже вот так разбросаны и очень деликатно в этой юбке так светятся ну не знаю конечно будет будет ли камера улавливать вот этот блеск но поверьте конечно все это очень аккуратно и деликатно вот эти звездочки поблескивают очень интересно блестит креник потом вот здесь вот вышивался вот этот вот участок и вот тут чуть-чуть да вот за два вечера то все что я вышила кажется что очень очень мало но вот 16 каунт 16 каунт частая смена нитки это сложный участок да вот я вам говорила что вот зелень вот это вышивалась очень легко там сплошные такие крупные участки зашивались одним цветом а вот здесь вот уже пошли вкрапления здесь вот к примеру в красном этом пятнышке 4 цвета 4 оттенка красного и вот 5 у меня еще не хватило вот сюда он будет вышиваться посмотрела вчера стала вышивать смотрю мне не хватает каких-то цветов ниточек мулине и я посмотрела по ключу я все отмечала все у меня было куда юля товарищ юля ты куда утащила нитки но в какой-то процесс на подняла процессы все и стала искать нитку мне не хватало не нашла сегодня проверила пять цветов не хватает в общем не знаю куда я их уже утащила что я хотелось сделать какую-то новую подборку новый процесс искала по процессам не нашла но факт в том что пять цветов у меня теперь не хватает и сейчас буду с ним досниму видео и придется ехать добывать нитки буду надеяться что поблизости я найдусь если не придется ехать в центр иначе это целый полдня терять пока доедешь но а без не так я не могу оставаться потому что я вот прям вот не могу когда я вышиваю мне не хватает одной нитки я спать не могу мне нужно чтобы у меня все было до комплектована не люблю возвращаться вот эти вот участки потом зашивать искать какой цвет но пока я знаю что только один пропущен но я уже насчитала 4 не хватает и дополнительно а значит они будут где-то встречаться ну в общем сегодня нужно будет съездить обязательно за нитками так отвлеклась от темы рассказывания под как я вышивала вот этот небольшой участок мы очень увлекательны и значит что еще у нас здесь здесь вот в этом желтом пятне 3-4 цвета вот эти горчичных оттенков в общем растяжка здесь по цветам очень очень грамотно классно и вот один цвет перетекает в другой как бы и не видно да но вот как краски да но вышивается все это очень кропотливо интересно вот это вот бело-серое пятно его сейчас практически не видно так где моя схема где схема так и схема бело-серого пятна вот вот это бело-серое пятно значит здесь два цвета их не видно как вот они вышелись да что здесь два цвета какой-то серое такое пятнышко но будут пришиваться сюда бусинки бисеринки по бисер и по моему металликом делаться вот такой вот баксич сеточка и когда все это сюда ляжет вот эта сеточка баксича и бисер будет конечно очень элегантно и такой красивый маленький вот участок представляете маленькая такая вот но такой вот кусочек ткани до который виден на юбке будет он очень тоже деликатно украшен бисером и металликом дальше вот этот участок здесь вот видите вкрапление это ниточки мулины три цвета но тоже они вот как-то деликатно здесь смотрятся интересно здесь тоже нас и металлик и вкрапления и под бисер пропуске вот здесь мне просто цвета не хватило что еще я здесь вышивала так и немножко вот так перемещаю камеру постараюсь вам еще показать какие-то участки вот то что я сегодня еще с утра повышивала вот здесь у меня в сеточке был не дошит кстати вот еще уголочек не дошит нужно будет вернуться был не дошит металлик серебро то вот центр квадратики золото а вот так вот сеточка это идет серебро тоже нужно было дошить чуть чуть дошила чуть-чуть не дошила но это уже потом вот здесь что-то мне не дошито здесь цветов у меня мулины не хватило я уже поняла что тут меня я не смогу дошить этот участок и вот здесь у меня пропуске вот вот этот цвет коричневый это тоже я поначалу ошиблась есть два значка которые между собой похожи мулины и и бисер и вот здесь нужно бисер поэтому нужно будет сегодня это все также распустить исправить ну вот такой вот небольшой участок но посмотрите как много у меня здесь у ее ошибки и что-то доделывать сейчас так повернула удачно станок у меня прям так освещение хорошо настроилась покажу вам все все эту красоту такие яркие краски вот как это все будет переливаться это же у нас металлик вставляете будет все играть еще здесь бисер встроиться ведь пропуск под бисер будет все это блестеть это будет большая работа большая большая красивая яркая вот он мой весь станочек рама у меня здесь стоит большая давайте я померю пока у меня здесь стоит рама насколько сантиметров на 60 сантиметров стоит рама правильно на 50 сантиметров у меня отрез основы правильно чуть меньше отрезали 49 сантиметр уперли вот вот работа у меня предстоит очень очень много буду вышивать сколько хватит сил я не могу сказать что я буду идти и ешь и до победы потому что здесь очень кропотливая работа все это зашивается медленно в зависимости от участка впереди меня ждут как раз вот такие очень кропотливые сложные участки ну вот вот этот вот участок вот это два вечера причем таких хороших вечера вот они всегда же есть столько времени прям вот сидеть и вышивать есть такие дни не вышивальные поэтому как пойдет буду стараться буду сейчас налегать вышивать поисправляя все ошибки съезжу куплю нитки и конечно же конечно же буду снимать эту рукодельную неделю показывать как у меня здесь что продвигается вас информировать ну и ну вот так эту вышивку я вышиваю по бумажной схеме как вы уже поняли я вам показывала лист да но также отдала эту схему на создание ее в электронном формате для cross stitch саги решила себя приобщать все-таки к те технологии оксана дериза в последнем своем прямом эфире так нахват нахваливала сагу всех так призывала учиться и я решила что ну наверное надо 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 раз все девочки говорят что быстрее лучше и комфортнее я тоже отдала эту схему чтобы мне сделали в электронном формате отдала ольги луковой и вот олечка если ты меня смотришь если посмотришь это видео пожалуйста не переживай не торопись они меня каких-то своих графиках делай схему как тебе вот по твоему графику идет как сделаешь так сделаешь я вот не спешу я даже по своей бумажке там вот у меня лист есть мне этого листа за глаза хватит еще на две недели вышивать поэтому что я тут повышеваю каких-то там чуть-чуть крестиков она сильно в общем-то роли не сыграет когда схема будет готова тогда и будет готова поэтому прошу тебя не переживай работой в своем графике а я буду потихонечку вот эти крестики пытаться дальше продолжать вышивать обязательно пока мне есть вдохновение это самое ценное буду работать и конечно же буду держать вас в курсе снимать и какие-то делать включения буду вам показывать как у меня продвигается процесс покажу вам по организации коробка большая еле дотянулась камера стоит так ну так мой ли схемы склеенный который я вот с ним работаю видите здесь много еще с чем есть поработать вот организация у меня вот в такой коробке от икея у них там такие разные комплекты большая и 2 маленьких коробки маленькие пока убрала они мне не хочу пока не нет на них настроение а вот эта большая у меня сейчас под процесс она очень очень удобная значит здесь у меня коробка в коробке вот такой контейнер здесь практически все цвета не так я вот не могу понять почему у меня не хватает не такие же все покупала ну вот видите вот так вот не хватает тут у меня еще копия схемы я не знала еще дело копию схемы семён семёныч ну в общем когда вот так вот на организовываешь на организовываешь а потом не заглядываешь свои процессы забывая что там было как там было хоть свои видео пересматривай так вот здесь у меня все ниточки в этот контейнер входят 50 моточков но здесь уже больше поэтому вот он у меня такой пухленький вот они мои в рейнбл гиллари закупала второй раз их потому что я первый раз купила по одной вот такой вот бобиночки и быстро у меня закончился первый цвет я поняла что я неправильно поступила и докупила еще вот по три по моему да вот 2 уже заканчивается видите по схеме нужно вышивать их в две нитки я вышиваю в одну потому что во первых на мурана 16 каунт она очень очень плотная в 2 мне не понравилось не комфортно во вторых в одну ниточку блеска мне достаточно в третьих мы представляете какой бешеный расход ниток вот и в общем в этой работе мне используется вот такой холодное золото желтое золото вот такой шикарный рубиновый какой-то цвет не знаменитый как описать он такой очень деликатный а это у меня с другой миробилии чтобы не делать бленды я решила использовать вот этот цвет бленд нужно делать желтый с холодное золото с желтым золотом и чтобы не делать этого бленда я использую вот этот креник он немножко креник опять его называю креником металлик он эта ниточка она немножечко такая папа потолще прям вот хорошо по она папа толще до свет повернуть так вот такая вот она толстенькая то ниточка ведь в два раза и у нее цвет такой промежуточный в общем я решила пользоваться ей мне понравилось то что получается такие крестики как как бусинки бисеринки очень пухлые и его используется немного просто какие-то вкрапления идут по два по три там крестика поэтому нормально в общем вот такая вот у меня здесь палитра такая палитра видите как все это блестит круто и классно так но здесь у меня игла вот так вот здесь это 14 иглы здесь меня 26 люблю ими вышивать так я закрываю на магнитиках люблю чтобы их много было дополнительные нитки тут у меня что-то еще какие-то вспомогательные материалы и вот он бисер бисер бусины что тут у нас есть давайте смотреть вот посмотрите значит две коробочки вот такого цвета это у нас что за номер дайте мне секундочку это на 40 123 40 123 две коробочки потом ювелирный такой золотой 40 557 и крупный золотой бисер 20557 вот такая вот у нас здесь палитра так еще раз вот украшение каких-то здесь нет просто бисер но очень много металлика и схема конечно детально проработана все так очень подробненько все так очень интересненько опять постараюсь показать вам обложку но это конечно сложное занятие и блики и вот так вот и мелко видите вот вот так юбка будет там расшиваться пант лицо какое красивое будет планета земля мой какой дизайн уже показала муж тоже сказал давай 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 вышивай все оформлю оформим все повесим да я хочу вышить несколько дизайнов вот будет у меня центральный ангел вот этот и по кругу будут идти ангелы от dimensions одна красавица у меня есть но открою вам секрет едут еще две красавицы поэтому работа непочатый край вот что еще что еще наверное все наверное все это все новости на сегодня так ну что наверное это все на сегодня как всегда быстро вам протараторила все показала все рассказала что могла отправляюсь вышивать отправляя заниматься различными делами буду держать вас в курсе пишите ваши комментарии поставьте лайк если вам не сложно а мне приятно будет поддержить это видео и также напомню что у меня есть instagram у меня есть вконтакте у меня есть facebook который я тоже себе открыла и постепенно туда тоже добавляю разную информацию стараюсь хочу сказать вам что иметь несколько вот сетей и активными заниматься это очень очень сложно но стараюсь конечно заглядывать во все во все социальные сети всем отвечаю если я кому-то не отвечаю на сообщение значит она как-то потерялась я его не вижу вы мне тогда пишите еще раз там как-то в другом источнике в как-то по-другому пишите что вы мне написали что вас нужно найти вот потому что бывает что куда-то попадают какие-то спамы в какие-то одобрения куда-то что-то попадают сообщение я их не вижу человек может быть думает что у меня миллион подписчиков и я не хочу никому отвечать просто есть такие моменты когда идут какие-то фильтры и сообщения не видны поэтому если я кому-то не ответила пишите пожалуйста еще раз может быть в другую сеть либо как-то в комментарии как-то еще раз пишите вот на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры сделал DimaTorzok